По поводу корпоративов и по поводу вообще выступлений, я не знаю, насколько это за или против, да, но вот у меня был момент общения с ребятами из 25-17, там, с Бледным Сантом, и они очень негативно отзывались там по поводу твоего поступка, там, какой-то акции Ягуара, он заявил, что это героин фест, да, вот это вот, что это такая. Гораздо честнее с твоей стороны было бы отказаться, да, не подставлять, так скажем, свой менеджмент, не подставлять организаторов, да, как бы, а, просто взять и отказаться, вот почему ты не отказался? Ну, там была исполнена такая песня, придуманная на коленке за два дня до этого, с припевом, если есть какой крутой замес, добро пожаловать на героин фест, и везде вместо слова, собственно, Ягуар было использовано слово героин. Поясню мотивы поступка, дело в том, что, когда нас пригласили туда выступать, нам предложили, помимо прочего, записать гимн этого напитка, собственно, от чего мы сразу же отказались в ужасе, но при этом был распространен пресс-релиз, который утверждал, что я такую песню написал, соответственно, там я эту песню исполнил. Гимн получился? Гимн получился, да. А что касается позиции группы 2517, ну, во-первых, я, да, знаком с этой позицией, во-вторых, бледный крайне дружелюбно со мной продолжает здороваться, не затрагивая острые углы, в-третьих, как бы, ну, это их личное мнение, хорошо, вот они, допустим, не стали там участвовать, я не знаю, приглашали их или нет, ну, просто каждый артист выбирает для себя приемлемый способ выражения своей позиции. Ну, вот группа Sex Pistols, например, материлась на британском телевидении, а какая-то другая группа, например, этого не делала, и, может быть, другая эта группа считает, что это их большая заслуга, например. Sex Pistols — это круто, по-моему, так.